Украинские силовики сегодня предприняли масштабную разведку боем в районе Донецкого аэропорта. Несмотря на огонь из танков и зенитных орудий, ополченцы атаку отбили. Все подробности у нашего специального корреспондента Семена Пегова. В Донецком аэропорту разрушается очередной виток эскалации. Это ожесточенная точка перемирия на Донбассе. Уже не раз об этом говорилось. Наступанные провокационные действия противник фактически ни на один день здесь не прекращает. У бойца из подразделения Сомали, которое держит здесь оборону уже не первый месяц, спросим, автомат на огоне он вообще может помочь чем-то в этой ситуации или нет? Для чего, собственно говоря, стрелкового оружия по противнику работаете? Ну, чтобы они не смогли подобраться поближе сюда. Удерживаем позиции свои. Ну и прикрываем те, кто еще поближе к ним находится. То есть на самой передовой. Расскажи, какую технику сейчас противник применял, по крайней мере, этим утром? Ну, была ли там возможность передохнуть или в таком режиме постоянно приходится здесь присутствовать? Ну, с утра танк отработал по нам. Вчера отработали тоже танчиком, попали в соседнее здание. Ну, а так, все, что у них есть, собственно. Зенитные установки, автоматы, пулеметы, все, они работают. Вот, бывает такое, и к нам залетают сюда. Ну, отмечу, что, действительно, эта ночь была особенно напряженной, как рассказал нам командир батальона «Самалит». Узывные магии противник попал в очередной разводности разведку боем, а так было сбито. Ну, вот какими силами и с помощью какой техники противник атаковал позиции ополчения по борту, вот это сам командир нам и рассказал. Это все началось с самого вечера, и вся эта разведка боем шла по всей линии фронта. Матальон Восток доблестно защитил свои позиции, выдали достойный отпор по моим позициям. Была разведка боем на оппозицию «Аргалац». Потом с «Муравейника» работала «ЗУшка». Вечером выделены четыре танка, начали обстрелы аэропорта и близлежащих жилых массивов. «Самалицы» преимущественно, как мы уже слышали, работают исключительно из стрелкового оружия. Это автоматы, иной раз пулеметы Калашникова с одним из пулеметчиков нам далось пообщаться. Он рассказал, в каком режиме сейчас последние дни приходится воевать здесь, в аэропорту. Сейчас, ребятки, заряжусь. Наши действия по давлению огня. По нам отработался элитанчик, тяжелая артиллерия, отработали. Сейчас мы давим огонь, так называемый. В основном они работают позиции украинских силовиков, находятся опытные. В этой части они находятся, ну, они по всему переду, в принципе. Настолько горячо последние эти сутки сейчас? Очень горячо, очень-очень тяжело. Много работать приходится. Но сильно нас долго. Вот. Смотрите, вот здесь, это еще была стена. Теперь ее нет. Просто загородили и все. Это было вчера? Это было вчера вечером, ну, ночью. Пока на позиции батальона «Сомали» в одном из терминалов Донецкого аэропорта мы набирались на БТРе. Рядом с нами разорвалось как минимум три снаряда 82-го калибра. Сейчас мы видим, бронетранспортер выходит тоже на передовую линию атаки. И, в общем-то, это не запрещено, такой вид оружия. Он будет обрабатывать, опять-таки же, позиции правого сектора или вооруженных сил Украины, откуда велся огонь по ополчению из тяжелой бронетехники. Огонь! Что касается вот такого расклада сил, сейчас, как рассказали нам ополченцы, доложила разведка на подкрепление, на усиление бойцам ВСУ, а также правому сектору пришли еще несколько территориальных батальонов. Находятся они немного в тылу, но, тем не менее, свою работу ведут. Ополченцы в ответ тяжелую технику сейчас применять не могут. Запрещено минскими соглашениями. Единственная техника, которая действительно огневую какую-то работу здесь проводит, это БТРы и изредка БМП. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok